Власти очень сдержанно комментируют конфликт, затянувшийся в стране на 15 месяцев. По их словам, террористическое подполье практически сломлено, очаги сопротивления локализованы. Но так ли это на самом деле? Ведь сегодня Хомс – последний рубеж действующей власти Сирии. Тем не менее, в городе ещё много оппозиционеров. Старейшина Хомса Шейк Хабиб Альфанди уверяет – сдавшим оружие, будет гарантирована безопасность. Христианские кварталы пусты. По данным греко-католиков, из Хомса в Ливан бежало 138 тысяч наших единоверцев. Но в городе всё ещё остаются мирные жители. «Как я могу отсюда уехать? Для меня покинуть город всё равно, что отречься от самой себя. Сейчас нам приходится общаться через переводчика. Но если бы вы пришли в мирное время, многие говорили бы с вами по-русски. Раньше тут было около двух тысяч домов христиан, а сейчас осталось две-три семьи». Русскоязычных в городе мало, но всё же они есть. Хозяйки небольшого салона красоты Инна Дарбули и Наталья Хасан рассказали то, о чём сами сирийцы говорят, крайне неохотно. Без поддержки определённой части населения террористическое подполье существовать не сможет. И часть это салафиты, которых ещё на рубеже 19-го и 20-го веков британцы завезли в Сирию. Но под действием эйфории арабской весны салафиты упустили момент взять реванш. Если Хомс падёт, трагедия этого города повторится, но уже в масштабах всего государства, с неизбежной резнёй религиозных меньшинств, бегством уцелевших и хаосом, заражающим сопредельные территории.